В 2019 году я читал лекцию в Словакии о странном способе нанесения увечья животным. И некоторые из вас также обращались ко мне с просьбой как-нибудь загрузить этот раз. И теперь я решил сделать это в сокращенном варианте на этот раз. На самом деле, тогда это была лекция о кругах на полях в Великобритании, потому что, как вы знаете, я был в Великобритании 16-17 раз. И на сегодняшний день я смотрел, сфотографировал. Я смотрел около 80-90 кругов на полях. Да, и поскольку я уже был в Словакии, меня туда пригласили. Я решил также прочитать там небольшую лекцию о странном способе нанесения увечья животным. Здесь на фотографии вы видите переводчицу, которая переводила мне. И это была очень хорошая лекция. Да, и что из этого вышло, или каков был конечный результат, вы узнаете в заключении. Да, как я уже упоминал, это сокращенная версия. Следите за обновлениями, все еще будет интересно. Хорошо, сейчас выйдет в Словакии, все еще будет интересно. Вот мое второе видео. Это видео некрасиво. Я должен проснуться сейчас. Впоследствии вы выйдете с очень неприятным чувством. Это явление, то, что сейчас демонстрируется на примере, это явление из Америки. Это явление существует уже более 100 лет. Но два года назад это произошло и в Германии, и мы обнаружили, что это произошло в Европе. Там ходят странные искалеченные животные. И действительно, два года назад в Хамберге, недалеко от Бергена, молодой человек нашел корову, которая была найдена рано утром. Предположим. Я пришла навестить этого молодого человека и взяла у него интервью. Великой, он был в Америке, что-то, 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 что-то. Видео будет показано, оно продлится еще 5 минут, а затем я расскажу вам об этом подробнее. Здравствуйте, почему я вернулся? Сегодня совершенно новая тема. Я должен сказать по этому поводу, что это не очень приятная тема. Все в порядке. Продолжение следует... Прежде чем вы начнете, я сделаю все это для вас прямо сейчас. Молодой человек-дружище. Продолжение следует... Продолжение следует... Это возможно, я не знаю. Возможно, там был повышенный уровень радиации, потому что его мобильный телефон отреагировал на это. Это краткосрочный долг. Это точно американская компания. Германия и Европа. Но это еще не все, чтобы расследовать это. Америка. Они считают, что это лужа, волки и рамки. Это Америка. Америка более общенациональная. Америка. Вам уже более ста лет. В Европе происходит что-то новое. Мы не знаем. Мы не знаем, как долго это продолжается, потому что фермеры... Фермеры не позволяют осматривать корову, потому что это просто стоит им денег. Они просто забирают ее и сжигают. Сказал он. Мы не знаем, как долго это продолжается, потому что фермеры... Фермеры не разрешают осматривать корову, потому что это просто стоит им денег. Сэр, они просто позволяют забрать ее и сжечь. Мэттис обратился к фермеру и сказал, что он должен пройти обследование. Строительство началось. Когда? Да. Конечно, есть случаи увечья животных, причиненных людьми, имеющими психическое здоровье. Но у большинства коров все идет хорошо, и их также невозможно обнаружить. И люди, с которыми я сейчас работаю, в последнее время тоже этим занимаются. Это невозможно просто положить пулю и вытащить пространство. Вытащите то, что я не могу сделать. Те, кто храбит, не может быть жирным, а потом, что их найти, что самостоятельно не легко его исправить. Самостоятельно, человек не может написать те права, а узнать, где общий язык перри, ажи-холстатный. Те слова без это права не права. Так что все вы, сидящие здесь, должны выглядеть примерно так в будущем. Как это? Было. Это явление хорошо известно в Америке, Центральной Америке и Южной Америке. Эти люди знают, кто находится в Европе. Они понятия не имеют. Все будет просто. ЕС просто увезут, сожгут, его просто пустят по лужам, и мы сбросим обувь. Да, как я уже сказал, это то, что я могу сказать об этом явлении в первую очередь сейчас. Это новое явление. Может быть, это было здесь давно. Но, вероятно, он не спросит. Если фермеры не сообщат об этом в полицию и не проведут расследование, то мы никогда не узнаем, что там произошло. Здравствуйте, скажите мне, если бы такая особенность могла быть, то, возможно, они хотели бы провести расследование утром. Да, так что это все, что я смог рассказать вам в первый раз сегодня. Я думаю, что сейчас они немного, они немного освоились. Я бы сказал немного, немного проекты, уже о переписке и об этом явлении. И я скажу вам только одно, всегда держите ухо востро. И тогда вы сами решите, что и почему не так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, теперь вы это увидели. Как я уже сказал, теперь это была сокращенная версия. В результате моей лекции ко мне пришли отдельные словаки и сказали мне Джозеф, у нас мы тоже находим этих животных такими изуродованными. Коровы и лошади тоже, овцы тоже. У них также были взяты глаз, язык, половые органы, ткани верхней и нижней челюсти. И тогда я спросил словаков, ну и что вы там делаете? Как у вас дела? И она говорит мне, да, они действительно звонят в полицию с заявлением, некоторые из них не все, но тогда ничего не делается. Потому что даже там, в Словакии, многие люди все еще предполагают, что это делают хищники. Волк, леса, что угодно, или еще какие-нибудь сумасшедшие люди, так что конский потрошитель. Конечным результатом для меня здесь также стало то, что это происходит и в Словакии. Это означает, что это всемирное явление. Спасибо, Джой, за то, что выслушали, и до скорого моего следующего видео. Чао! Продолжение следует...